Дорогие друзья, всем привет! И сегодня я хотел бы вам рассказать, как развивалась борьба НСЦ и ХБ с электроникой, с видеопродукцией, с интернетом. Как мы видим, сейчас все это у нас умещается в одном смартфоне, который находится в нашем кармане. Вы знаете, в 90-е годы, конечно, у нас не было никаких смартфонов, не было никакого интернета, мы даже не знали, что это такое. Мы были бедные. Да, была какая-то война с видеокамерами, с фильмами, но мы это воспринимали, знаете, как борьбу с буржуазией. Только у буржуазии, у особо богатых были видеокамеры. И, собственно говоря, все эти запреты про видеокамеры нас не особо-то интересовали. И вот в то время, в 90-е годы, были такие магнитные аудиокассеты, на которых распространялись проповеди Антонюка Чухонцева. И, в частности, была такая кассета, где Антонюк проповедовал о вреде видеоаппаратуры. Во-первых, он говорит о том, что видео, оно не рождает веры, не рождает жизни. Потому что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. И он делает особый акцент на то, что именно слышание, не видение, а слышание. И блаженно не видевшие, а, конечно же, слышавшие, вера не в результате видения. То, что человек видит, это не производит веру. Ну вот, посмотрите, друзья, одобрил ли Иисус Христос Фому или не одобрил. Когда Фома увидел, то Иисус Христос ему сказал, Фома, ты поверил, потому что увидел. Но, кто блажен? Друзья, блажен был Фома в том, что он поверил после того, когда увидел. Нет, он не был блажен. Христос говорит, но блаженны не видевшие, но верующие. Истинная вера появляется в результате слышания Слова Божьего, но не в результате видения. Друзья, еще какая большая опасность? Это то, что видео создает в человеке какой-то образ. Почему я говорю опасность? Потому что в книге Второзакония, в 4 главе, там написано так. Только твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа на Хариве и среды огня. Когда Бог говорил с вами на Хариве и среды огня. То есть, Господь напоминает и вот как бы на сердце записать хочет. Твердо держите в душе, в душах, что вы не видели никакого образа. Друзья, почему Господь, скажем так, переживает, чтобы сыны Израилевы помнили, что они не видели никакого образа. Там дальше написано, чтобы вы не разворотились и не сделали себе какой-нибудь образ. И не стали бы этому образу поклоняться. Друзья, иметь представление какого-то образа, если я увидел, это иногда представляет серьезную опасность. То есть, видеокартинка, она служит к тому, чтобы мы развратились. Пройдет 20 лет и уже Максим Парафенник в 2020 году делает очень хитрый такой, знаете, диалектический ход. Он вроде бы с одной стороны и как бы повторяет Николая Степановича, но здесь очень есть такая хитрая изюминка. Я сейчас не буду вам раскрывать, в чем изюминка вот эта тонкая диалектическая мысль Максима Парафенника. Об этом я расскажу позже. Но обратите внимание, что Максим пользует примерно той же самой аргументацией, что и Николай Степанович. При этом он также подводит к тому, что видео, оно приведет нас к кинематографу. И потом он развивает логическую мысль до того, что люди будут более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Вообще Библия одобрительно относится к визуальным эффектам каким-то, к видимым образом. Или у нас есть тексты библейские, которые как бы нас настораживают, предостерегают против видения. Не видевши веруем о Христе. Сказано, что мы в Бога. Бог нам ничего. Блаженны, не видевшие, но верующие. Христос Фомей это пояснил. Мы ходим верою, а не видением. Вот, пожалуйста, я еще в колонку минусов запишу. Ну, а разве Христос не говорил, посмотрите на лилии, на птиц небесных, посмотрите. Есть же какие-то видеонаглядные пособия Христос даже употреблял. Ну, давайте даже я вот как бы для объективизма ради, объективности ради, поставлю плюс. И вот в эту колонку я допишу, что это наглядное пособие. Вот, допустим, кто-то скажет, что есть такой аргумент. Еще у вас есть аргументы в ту или в эту пользу? Иллюстрация. Вот это все первый пункт. То есть, это наглядная пособие, притча, или когда Христос показывал там птиц, лилии. Допустим, вот этот видеоряд я буду воспринимать как наглядное пособие. У меня один плюс здесь. А минусов сколько мы назвали? Друзья, ни о чем не говорит. Вот если трезво взвесить, ну да, вроде бы как что-то можно найти такое доброе даже. Вот мы натянули, что там это притчи. Ну, а притчи Христос, мы их читаем в Библии, картинки там обязательно нужны? Или читая Слово, мы уже воображением себе дорисовываем? Уже этого достаточно. Нам обязательно бежать в палисадник или птиц ловить, ворон ловить, чтобы исполнить слова Христа «посмотрите». Не обязательно. Нам достаточно прочитать, и уже мысленно мы поняли. Мы все знают, как вороны выглядят и как лилии, да? Хотя, наверное, наши лилии – это не те, что в Палестине. И это нас не смущает. И это не суть важно. То есть, что именно ты увидел, даже не это важно для евангельского понимания. Вот слово «посмотрите». Изобразительность происходит внутри нашего воображения. Бог дал нам эту способность. То есть, вот этот плюс, который мы записали, вы же ничего больше, или есть еще что дополнить в колонку «плюс»? Даже этот плюс, он такой сомнительный, насколько это необходимо. А минусов вон сколько. Есть еще что дополнить по данной теме, как рассуждение. Именно о видеопродукции я имею в виду клипы. Я бы в минусы еще, знаете, что написал, пока вы размышляете? Это будет протаптыванием дорожки к кинематографу. Потому что клипы – это такой полуфабрикат. Это как бы одна ступенька. А следующий логический шаг – а почему бы нам коронкометражку не смонтировать? Почему бы песня, а потом еще какой-то рассказ? А там давайте его покажем, театрализуем, постановочку сделаем. А давайте там и костюмы, там и декорации. Там нужен кинематограф уже. – Корольского есть мобильник, который танцевал. – Вот-вот-вот. Это потому что это следующее. Хотя это все еще клип, но это уже следующий логический шаг – кинематограф. А если мы придем к кинематографу, то вот люди будут более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Нас от экранов не оттянешь потом. Нам только давай следующую-следующую картинку, нам вот это хочется. Не насытиться оковидением. Нам будет следующее и следующее хотеться. Вот еще один минус, кстати. Куда мы протаптываем дорожки? Следующий аргумент Николая Степановича из кассеты в 90-е годы заключается в том, что очень многие люди ему исповедуются и говорят о том, что 70% просмотра видеопродукции приходится на какую-то порнографию. Что еще, друзья, хочу сказать. Я очень много беседовал с молодежью и в лагерях, и в церквях, и на молодежных. Очень многие исповедуются. Друзья, я вот вас, родители пожилых людей, или относительно молодых еще, или пожилых, хочу уверить, что там, где в доме стоит видеомагнитофон, там, это совершенно точно, там смотрят не только христианские фильмы. Очень часто, думаю, больше, чем 50%, может быть, 70% или 80%, дети просматривают сексуальные фильмы. Они находят кассеты в школе, в любом другом месте. Они могут купить. Выбор громадный. Заплатил, взял и посмотрит. И Николай Степанович усиливает свою мысль. Он говорит о том, что вы будете на Членском, а ваши дети на вашей видеоаппаратуре будут просматривать порнографию. Совсем нетрудно вставить кассету, потому что все на месте. Магнитофоны, телевизор, все здесь. Вставить кассету и посмотреть. И я вам скажу, друзья, их это интересует больше, чем история Соломона или Моисея. И поэтому они посмотрят. И, может быть, они второй раз смотреть не будут, потому что испугаются. Но то, что они увидят, этого им хватит на всю жизнь. Поэтому, братья и сестры, так понимаю, что если мы хотим, чтобы наших детей сохранить от осквернения, то эту технику в доме иметь не нужно. Ну вот наступил конец 90-х годов, и появились пейджеры. Пейджеры – это такие устройства, на которые приходят коротких смс. Но ни у кого темпыло отношение к пейджеру. Что-то плохое, что-то Богу не угодно, что-то приведет нас к какому-то разложению. Потом появились первые мобильники. Я помню, что моего друга Александра Ставицкого, он как раз у Тимофея Крекера, купил его, так скажем, бэушный уже мобильник. И он мне его тайком по секрету показал. Смотри, говорит, что у меня есть. Мне, конечно, было в тот момент ужасно завидно, что вот у человека есть мобильный телефон. Я так негативно к этому отнесся, и подумал, ну все, сейчас друг мой пропал, сейчас он будет с утра до вечера сидеть в этом мобильнике. И вы знаете, действительно так произошло. Какое-то время Александр, он сидел в этом мобильнике, изучал там какие-то функции, там были какие-то кнопочки, какие-то менюшки, заходил. Давно вот как бы проводил какое-то время в своем мобильном телефоне. Ну, представьте себе, мобильник в 2000-х годах, да, где можно там выбрать какие-то мелодии к звонку и зайти в какие-то смс-ки, посмотреть какие-то настройки телефона, да, и в этом провести какое-то время. Ну, вот такие у нас были трудности. В 2000-м году и у меня появился первый мобильник. Я купил такой, знаете, большой еще такой моторол, там такая антенка, это довольно такая была большая. Но мой друг Сергей Сырнив, он сказал, «Ты что, ты столько отдал денег за такую дрянь! Вот, сейчас там есть, уже можно было бы за эти деньги купить мобильник, чтобы там антенны практически не было видно, чтобы он там не торчал». Вот, он меня так осудил. Я, конечно же, оправдывал покупку мобильника, то, что он мне нужен там по работе. Конечно же, я этот мобильник с собой никогда не носил, он у меня лежал дома, он был довольно такой большой, в кармане его, конечно, тяжело было таскать. Да, и мне уже как-то было стыдно на общем фоне, когда у людей уже такие поменьше, мобильные телефоны. И в 2002 году где-то примерно у меня появился уже Siemens C55. Это уже такой совершенно маленький, легенький мобильник, без всяких там антенн торчащих. Мне как раз его Александр Пивнев порекомендовал, потому что он купил себе тоже такой же мобильник. И, собственно говоря, этот мобильник у меня прослужил до того момента, когда у меня уже появился первый смартфон. Я поехал на альтернативную службу в 2004 году в Казань, и у меня все время был этот мобильник Siemens C55. Но перед уездом на альтернативную службу, перед 2005 годом, уже появились мобильники цветные. Там уже не черно-белый экран был, а цветной. И это казалось уже для нас, ну, что-то такое роскошное, что-то уже такое, уже буржуа, знаете, что-то такое излишество. Я помню, у нас у одной сестры, вот, ну, такая она моя сверстница, из одной молодежи, она была такая духовная. И вдруг у ней появляется мобильник цветной. Я помню, что я ее осудил в душе, сразу понял, что у сестры духовные проблемы, что не такое духовное падение. И она стала много проводить времени в этом цветном мобильнике. Вот это, конечно, все очень смешно. Конечно же, у нас ни у кого не было компьютеров, но все равно могли получить какой-то доступ к каким-то другим компьютерам. Допустим, у нас в церкви были компьютеры, и вот я вот, допустим, по служению имел доступ к компьютеру. И стали получать распространение диски. CD-диски, такие вот эти лазерные диски, на которых братья стали друг другу переписывать, распространять какие-то фильмы. Поначалу это были что-то такие, какие-то документальные фильмы. Допустим, я вот хорошо помню фильм «КГБ взрывает Россию» о том, как рухнули многоэтажки у нас в России, как к этому причастен был Патрушев, и через это пришел к Путин, к власти. Это фильм, который выпускал Березовский. И вот эти вот фильмы потом там в мире природы были какие-то диски, ну, такие познавательные, где-то какие-то проповеди нам стали попадаться. Ну, конечно же, это все из-за рубежа, все к нам приходило, мы-то переписывали друг у друга, и надо было найти где-то компьютер, чтобы это просмотреть. Ну, у кого-то из братьев там уже начали появляться какие-то компьютеры, там можно было в молитвом доме где-то таком посмотреть. Я помню, что и у нас были такие особо прогрессивные братья, более старшие, чем я, и как раз в это время вышел Пер Харбор на экраны по всей стране. Это был такой вот прям экшен, экшен, экшен. И один брат, он принес этот диск, и мы в молитвом доме со старшими братьями, со старшими братьями посмотрели Пер Харбор. И я знаю, что там даже ответственные братья у нас некоторые там посмотрели, ну, смотрели с какой целью, ну, как бы вот, как мир развивается, да, там смотрели еще с точки зрения какая там музыка, вот, как записаны звуки. То есть всегда для объяснения, просмотра какого-то фильма должно быть объяснение, что это там полезно, что-то развивает, что это полезно с какой-то точки зрения. В 2005 году я уже на альтернативную службу, и там я начинаю впервые выходить в интернет. У меня есть уже собственный компьютер на альтернативной службе, я там, у нас мальчишки, альтернативщики, они довольно были прогрессивные, в отношении техники. И я вот у них там много спрашивал, расспрашивал, как вот мне выйти в интернет. Потому что для того, чтобы, допустим, отправить электронную почту, там, партитуры по электронной почте, мне нужно было ходить в интернет-салоны, там оплачивать вот этот интернет-трафик и заходить с общественного компьютера, там, посылать электронную почту, смотреть электронную почту. Я помню, как я первый раз спросил, где здесь найти Яндекс, вот, в компьютере. И мне объяснили, что можно купить особый провод, там, драйвера установить на свой компьютер. Я кое-как нашел этот провод к своему Сименсу, С-55-му, подключил его к компьютеру. Там, выйти, получить почту, это стоило огромных денег просто для меня. Там, деньги просто списывались. Там, зайти на пару сайтов, что-то там посмотреть и все. Я уже не говорю, чтобы там какие-то картинки или видео. Во-первых, интернет был настолько низкоскоростной, что видео бы просто не загрузилось. Ну, если бы даже загрузился какой-то кусочек видео, то с меня бы, я бы остался бы просто без штанов. Также там же на альтернативной службе, вот, у нас был там Александр Антонюк, и он из Америки, там, через папу, через Николая Степановича, он там смог получать айфоны, и он впервые показал мне айфон, где, вы знаете, можно было картинку раздвигать пальцами на экране. Это было что-то вообще невероятное. Просто берешь картинку и пальцами раздвигаешь на экране. И еще было удивительно, что там переписка с другими людьми была не через две папки, где есть папка «Исходящий» и папка «Входящий». То есть ты входишь в «Исходящий» и смотришь все, что ты написал каким-то людям. Потом заходишь в другую папку «Входящий» и смотришь все, что тебе люди написали. А там были уже вот эти чаты, когда ты заходишь в чат и видишь, что ты написал, и что тебе человек ответил. Это было настолько удобно, настолько невероятно. У меня, конечно, на «Симинце» не было ничего подобного. И здесь, конечно же, в середине нулевых годов мы, так скажем, получаем этот доступ к компьютерам. Кто-то из братьев начинает покупать себе приставки для просмотра CD-дисков, на которых они могут сходить в какой-то там салон CD-дисков, проката CD-дисков, взять какие-то фильмы и смотреть. И мы, братья, начинаем смотреть эти фильмы. Я помню о том, что вышел такой очень популярный сериал называется «Побег из тюрьмы». И мы просто взахлеб смотрели этот сериал. Это настолько было потрясающе, настолько было сильно. Ну, я до сих пор считаю, что это, наверное, один из самых лучших сериалов. Конечно, все это было тайком. Все это, чтобы об этом никто ничего не знал. Но я рассказываю это для того, чтобы мы понимали, как развивалась ситуация. И это развивалась ситуация вокруг меня везде так. Везде. Все братья и даже многие сестры точно так же поступали. Где-то примерно в 2006 году я приезжаю из отпуска в Новосибирск с альтернативной службой. И мне старшие братья, такие как там Дима Степаненко, Андрей Пинь, они мне расскажут, что сейчас есть такая социальная сеть ВКонтакте. И там можно зарегистрироваться. И там можно увидеть своих одноклассников и одноклассникам засвидетельствовать о Боге. И они говорили, что они так и делают, что многие очень заинтересованы. Ну, представьте себе, что вот люди там учились вместе, да, поколение там Дмитрия Степаненко. Не было ни интернета, ни связи. Они просто потеряли друг друга. А у Дмитрия Степаненко, он уже там у него и студия, и служение церковное, и большая семья. И все так хорошо и здорово. И, конечно, когда он стал рассказывать о себе, то очень многие его одноклассники заинтересовались, как он говорит. И им стало интересно, они стали спрашивать его о Боге и, ну, так скажем, задавать какие-то вопросы. И Дмитрий Степаненко сказал, что вот, пожалуйста, хороший инструмент для благовестия. В 2007 году умирает Геннадий Константинович Крючков. И в 2008 году выпускается братский листок под названием «Бог призвал нас к святости». И обратите внимание, что здесь не написано о том, что Бог говорит нам, духовным младенцам, что-то про интернет. Для чего нужны были эти законы? Мы были младенцами. В плане телефонов мы еще ничего не понимали, к чему дело приведет. И поставили рамки. Правильно сделали. Отличное решение было. Мы выросли, посмотрели, что мы теперь с этой ситуацией можем справиться. И знаем, как. Пошли. Немножко дело. Корректируем ситуацию. Вот. Наша молодежь уже привыкла к этому делу. Мы уже знаем, что хорошо, что совсем плохо и начинаем корректировать. Нет. Вы понимаете, вот братский листок называется совершенно по-другому. Он не говорит о том, что мы, как духовные младенцы, сейчас будем учиться пользоваться интернетом. Нет. В 2008 году братский листок называется «Бог призвал нас к святости». И это очень знаменитый листок, с которого начинается такая официальная борьба с электроникой, с интернетом, с видеопродукцией. Давайте его сочетаем. На расширенном совещании Совета Церквей 3-5 июля 2007 года служители пришли к единодушному мнению в вопросе пользования интернетом и сотовыми телефонами. И вы знаете, я хотел бы обратить ваше внимание, что система Совета Церквей значительно сильнее бюрократизирована, чем я даже себе немножко это представлял. Почему они обращают внимание, что это было 3-5 июля 2007 года, хотя братский листок выходит в 2008 году. А дело в том, что 15 июля умирает Геннадий Константинович Кручков. И братья хотят сказать, понимаете, мы наше решение выработали не после смерти Геннадия Константиновича Кручкова. Это не так, что мы с ума сошли, тут стали запрещать, просто нас как бы сдерживал, сдерживал Геннадий Константинович Кручков, а потом он умер, и мы как с цепи не сорвались. Нет, здесь говорится о том, что Геннадий Константинович 15 июля умер, а у нас-то было совещание до его смерти, и мы там уже вместе с ним единодушны. Ну, понятное дело, что Геннадий Константинович чувствует себя уже совершенно плохо, но он все контролирует, он совершенно все контролирует. И уж, конечно, из-под его контроля не может выйти вот это совещание. То есть здесь говорится о том, что у нас есть вот это преемственность, что мы все это сделали в соответствии с ним. Вы знаете, пройдет еще очень много лет, и я буду разговаривать с Михаилом Хоревым. Михаил Хорев это внук Михаила Ивановича Хорева. И он скажет мне, что он сам разговаривал со своим дедом, и дед ему, Михаил Иванович, сказал, что мы никогда с Геннадием Константиновичем не были против видеопродукции. Никогда не были против. Мы постоянно как бы тормозили этот вопрос, мы сдерживали, но нас снизу постоянно поджимали братья-служители, вот эти вот немцы, знаете, Гам, ну и вот прочие братья, они постоянно снизу нас подначили о том, что нужно бороться, нужно все это запретить. И я думаю, что, скорее всего, именно так дело и обстояло, потому что Геннадий Константинович Кручков, это революционер, да, посмотрите, сколько он много новше сделал. Он сделал печать, офсетную печать в братстве, издательство христианин, он готов был распространять свои идеи, свои взгляды с помощью чего угодно, видеопродукции, так видеопродукции, интернет, так и интернет. Он всегда старался находить возможности для расширения своего собственного влияния. И здесь он как раз попал в собственную ловушку, потому что он столько много лет строил свою исключительность, то, что мы не такие, как все остальные, мы идем путем святости, и он воспитал вот этих крокодильчиков, которые были воспитаны о том, что мы не такие, как все остальные, мы против телевизора, мы против вот этой либерализации, против всего западного. И эти крокодильчики выросли настолько мощными крокодилами, что в конце его жизни, когда Геннадий Константинович ослабел, а Миша Хорев мне так и сказал, что дед ему говорил, что мы уже стали старенькими, и нас уже в самом конце никто не слушал, никто не слушал, и эти немцы, они, короче, продавили этот вопрос, и эти крокодилы, которые выросли, стали как раз в этот момент очень сильными, они просто поглотили Геннадия Константиновича, и Геннадий Константинович пал жертвой, понимаете, вот все остальные в это время очень мощно рванули в интернете, да, там, коломийцев, регистрированные общим, да, они все пошли в интернет, стали заполнять всю эту нишу, заполнили собой, и вы знаете, даже нерегистрированные 50-ники, которые просто клон МСЦ и ХБ, правда, в МСЦ и ХБ не знаю, что у них есть клон, вот, так вот, даже нерегистрированные 50-ники, они не стали делать такие тупые запреты, они тоже зашли в интернет, и стали записывать видео, все точно так же осталось, платочки, длинные юбки, отсутствие косметиков, но при этом интернет, и потом, через некоторое время, совет церквей поймет, что они неправильно поступили, что нужно заходить мощно в интернет, и там развивать свое влияние, что это значительно выгоднее, и так дальше читаем наш братский листок, было принято решение исключить из практики, вообще из любой практики, просто из практики исключить видеосъемку и просмотр видеопродукции, и так, видеосъемку и просмотр видеопродукции, исключить полностью, запомните эту фразу, потому что в дальнейшем будут вам постоянно вешать лапшу на уши новые, так скажем, последователи совета церквей, такие как Влад Насонов, Михаил Голубин, потом Максим Парафейник, они будут пытаться истолковать, переврать эти слова, вы запомните эту четкую формулировку, потому что этого уже не исправить, это написано на бумаге, подключение к интернету и пользование им должно быть крайне ограниченным согласованно с ответственным служителем, да, то есть, если вы хотите выйти в интернет, вы должны позвонить служителю и сказать, я такой-то, такой-то, хочу выйти в интернет, дайте мне позволение, единственная цель этих запретов и ограничений свобода христиан, ну, конечно же, их нескверненность и живое общение с Господом и Церковью, интересно, куда пропала свобода христиан в 2024 году, их нескверненность и живое общение с Господом с Церковью. Наверное, уже нет этого ничего. Использование компьютера кроме учебных и производственных целей должно быть ограничено просмотром фотографий и печатанием текстов, необходимых в церковном служении. Особые случаи использования видео должны каждый раз обговариваться на церковном совете. Для духовного здоровления и укрепления членов Церкви служителям и всем духовным работникам необходимо вести распитательную работу по этому вопросу. И дальше они вставляют очень жесткий текст Священного Писания. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом. Заклинаю тебя, проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. 2 Тимофея 4, 1, 2. Итак, нужно ударить по этому интернету. Но вы знаете, 2008 год не закончилось, а уже запахло в воздухе керосином, что что-то не так. Тут уже проснулись Богданова и Белецкая. Это сестры, которые были с подвижницами Крючкова. Собственно говоря, Крючков Богданова и Белецкая это была тройка, которая практически руководила всем братством. Потому что все же шло через Богданова. Они влияли на Геннадия Константиновича. Они были редакторами журнала Вестник Истин. Они были, как они в дальнейшем скажут голосом братство. Это действительно голос. Это вот можно сказать вторая ипостась братства. Первая ипостась это Геннадий Константинович Крючков. А вторая ипостась вот как есть Бог-отец и Бог-сын и Сын это слово, слово, которое знает о Боге все целиком и содержит все знания о Боге. Так точно и эти сестры они знали братство это целиком. Они были словом этого братства. Они были второй ипостась этого братства. И эти сестры они возмутились. Они сказали что произошла подмена. Мы пошли не тем совершенно курсом. И уже здесь в 2008 году Совет Церквей начинает понимать что что-то пошло не туда. Нужно уже как-то оправдываться что-то нужно начать подкручивать. Посмотрите что они пишут. Уже год среди нас нет верного Богу и дорогого нам служителя Геннадия Константиновича Крючкова. Будучи многие годы председателем Совета Церквей. Он проявлял твердость и мужество во время гонений на церковь. Был непоколебим когда отдельные служители ожидая избежать страданий шли на компромисс с властями или же уклонялись на собственные пути. Бог использовал Геннадий Константинович чтобы повести путем очищения и освящения свой народ жаждущий не только вечной жизни но и духовной святой жизни на земле. На этом пути отделения от мира Господь учил народ свой уповать на Бога доверять Ему верить Его обетованиям Бог испытывал и заклил идущих в небесный ханаан обогащая духовным опытом. Закончив свой земной путь и служение Геннадия Константинович своей жизнью полной деятельной веры придал молодому поколению большой духовный опыт. Этот опыт у нас да? Этот опыт у нас. Этому верному служителю можно подражать как учит Писание взирая на кончинную жизнь и подражать и вере их. Евреям 13.7 Обращаясь с этим посланникам всем святым служителям международного совета церкви хотят засвидетельствовать что курс взятый братством однажды никак не изменится. Опять же даже братский листок он ну это такой информационный просто для зрителей да это информационное такое издание которое пользовалось использовалось раньше для быстрого нанесения информации. Но это не правило не правило к исполнению это просто как рекомендации ну позиция руководства такова что это рекомендации для церквей да вот естественно на местах все по-разному кто-то воспринимал это как закон медианы персов чуть ли не вторая гильба кто-то кто-то как-то пропускал через там свою культурную особенность мы же в разных странах живем в разных городах даже церковь и церкви внутри одного города может очень разно быть там не знаю ментально да поэтому наверное в общем кто-то кто-то то есть в конце концов Геннадий Константинович вел этим божьим путем многие отпали но только не мы нет у нас все хорошо кто сомневается что у нас все хорошо мы переняли духовный опыт от Геннадия Константинович мы не можем сказать что это какие-то традиции мы переняли нет это путь узкий путь к которому мы идем желание всех служителей Совета Церквей остается прежним идти испытанным проверенным временем путем освящения и очищения это путь испытанный проверенный временем запомните об этом в это время появляются модемы для интернета когда можно купить сим-карту и уже за достаточно умеренную цену выходите в довольно более-менее так скажем приятный интернет где уже можно так скажем скачивать видео где уже можно смотреть видео пока все это ограничено мобильная связь еще очень дорогая но все равно ей уже можно пользоваться есть уже знаете у МТС появляются такие допустим между абонентами МТС можно там привязать несколько номеров и на эти номера вообще безлимитно звонить и так братский листок номер 4 5 2009 года о шестом съезде прошел шестой съезд МСЦ ЕХБ и вы знаете этот листок уже такой вот как бы вот что надо что-то делать послушайте о чем здесь говорится верность этого съезда в том что он должен был проходить без участия Геннадия Константиновича Крючкова который два года назад Господь отозывал к себе после пения гимна со словом назидания выступил Геннадий Сергеевич Ефриемов он прочитал текст из Деяния Святых Апостолов 1 4 8 и отметил что мы празднуем победу над атеизмом но борьба еще не кончилась церковь устояла во времена гонения теперь наступила относительно свобода но грех продолжает действовать сегодня опасность заключается в том что в наших рядах враг старается насадить либерализм то есть нисходительное отношение к греху среди христиан замечается угасание любви к Богу его слов растет тяга к развлечениям и обогащениям устоять в обольщении нам может помочь молитва и только молитва Николай Степанович указал и на испытываемые трудности недостаток служителей обуславливает недостаток опечения душа в церквях заметно влияние мира особенно на молодежь было зачитано письмо от одного из объединений в котором высказывалась тревога о том что мир проникает в среду молодежи изменяет ее внешний вид превращается всевозможными развлечениями Николай Степанович сообщил съезду что служители Совета Церкви на своем совещании каялись в конкретных ошибках выразившихся в молодуши при решении некоторых вопросов вот знаете им все это так напоминает какой-то знаете вот подростковый период когда тебя колышет то в одну сторону то в другую тебя совесть осуждает и с другой стороны ты хочешь это а потом ты каешься за это и ты постоянно никак не можешь уравновеситься и сейчас мы видим такой же совет церквей они каются они плачут что они были такие малодушные что у них так мало получается что Геннадий Константинович умер и что-то все это как-то идет вниз и вниз пришлось даже совету церквей каяться и нужно молиться и молиться поэтому 2010 год в это время уже появляется смартфон я помню что я прихожу на сыроху руководить оркестром а вот у нас молодежь и такие вот подростки они практически все сидят с телефоном вот они играют 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 я только снимаю звук и они тут же сразу вот тут же сразу это вот у них выработано как рефлекс они сразу тут же берут телефон и у них там ВК ВК появляется и они сразу же там начинают вести переписку потому что ВК бесплатная переписка и они переписываются 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 конечно же они переписываются с братьями сестры с братьями братья переписывают с сестрами и это бесконечная переписка я настолько замучился на своих сыров как уже уже готов был просто отбирать эти смартфоны и это касалось всех всех вот все известные фамилии да их дети у меня были на сырах как там Степаненко там Пивнев Вот все, и все они, все они погрязли в ВК. В это время, конечно же, старшие братья уже сказали, что это уже не тот путь, что они уже удалились из одноклассников, все-все, они больше уже никому не благовествуют, что это все же не тот путь. Но смартфоны начинают набирать силу. В 2012 году в Новосибирск заходит такой оператор, как Йота. И он делает такой тариф, что там вообще просто безграничный интернет-трафик. Просто безграничный. Вот сколько хочешь, если вот раньше там вот этих всех модемов, там еще где-то, там было какое-то определенное количество гигабайт, которые ты можешь купить, да, интернет, а потом очень дорогой интернет и очень дорогой тариф, то Йота приходит и просто говорит, бесплатный интернет. Вообще можно просто с утра до вечера смотреть фильмы, скачивать музыку, прослушивать музыку. Просто безграничный. И, конечно же, мы все бежим, покупаем эти сим-карты. У меня до сих пор вот Йота, это мой основной, так скажем, мой номер. У меня раньше был МТС, сейчас у меня Йота. И, конечно же, это все побуждают к тому, что люди просто начиная с утра до вечера погружаются в этот интернет, в этот интернет-трафик. И мы начинаем наверстывать все эти фильмы, там, «Терминатор» посмотреть, который ты там вот слышал столько много о нем, никогда не видел, не смотрел, там, «Властелин колец», «Боевики» еще что-то, «Иван Васильевич меняет профессию», все советские фильмы, там, «Бриллиантовая рука». Мы все начинаем наверстывать. И это происходит среди всех в церкви, среди вот таких прогрессивных людей моего возраста, там, чуть старше, чуть младше меня. Мы все начинаем наверстывать просмотр и насмотренность этого всего. И даже один брат, который в дальнейшем скажет, что там в ВК было очень много порнографии, и что вот это были здравые запреты, то он доходит даже до такой кондиции, что перед тем, как заснуть, ему просмотреть надо нескольких боевиков. Даже не знаю, представляете, насколько, так скажем, вот мы как сняли все запреты, и мы просто вот туда погрузились со всей головой. Появляется вайбер, через некоторое время появляется ватсап, люди погружаются в эти переписки с утра до вечера, только и переписываются. Не помню, там, вот, допустим, Владислав Насонов, он присутствовал во всех группах ватсапе. У него даже с работы начались проблемы, и в дальнейшем его выгнали, потому что он с утра до вечера переписывался во всех группах ватсапа, во всех группах вайбера. Он с утра до вечера, с утра до вечера там писал, писал, чтобы распространить свое влияние. Понимаете, раньше у вас было маленькое влияние среди своих друзей, а тут вы можете на все братство вещать. Там такие интересные люди, такие интересные темы, и ты такой интересный хочешь, конечно же, занять свою нишу, и, ну, как бы, так скажем, повлиять, завоевать аудиторию. И в это погрузилось все братство. В 2012 году братский листок номер два называется «Время исправить свои пути». Знаете, это настолько смешно. Это как Путин постоянно говорит «Времени на раскачку нет». Знаете, уже 24 года, а все у него «Времени на раскачку нет». Он как выйдет с посланием к федеральному собранию «Времени на раскачку нет». «Времени на раскачку нет». Так вот наш совет церквей «Времени на раскачку нет». «Время пришло исправить свои пути». Они пишут в братский листок. В последние годы все больше становится явным духовное обнищание христиан. Это ярко выражается, например, во внешнем виде молодого поколения. В некоторых церквах братства появилось нисходительное отношение к неприличной и даже нецеломудренной одежде. Допускается использование всевозможной косметики и многого другого, заимствованного у мира. Как у молодых братьев, так и у сестер появились прически неприличные для христиан. Посмотрите, какая интересная фраза. Как у молодых братьев, так и у сестер. То есть, если раньше только сестер гнобили за прически, только сестер гнобили за прически, братьев были обычные прически, не было никаких каких-то особых причесок. И Совет Церквей даже пишет такую кривую фразу, что они просто все переворачивают назад, а это говорит о том, что насколько они возмущены прическами братьев. И вы знаете, если действительно посмотреть, вот старшие братья, которые меня учили бороться с сестрами, с их прическами, вы посмотрите на детей этих старших братьев, более слащавые, чем сестры. Знаете, у нас сестры так слащаво не выглядели там в 2000-е годы, которых мы там гнобили за челки в 90-е годы, как сейчас братья, как сейчас вот эти вот сыновья этих служителей, которые гнобили в то время. У них такие вот сладенькие сыновья, там такие причесочки, там чуть ли вот только вот маникюр осталось на ногти нанести, сережки и все, просто вот красавчики такие. Вот вы посмотрите, трансляции, там МСЦ и ХБ, да, там такие красавчики. Вот, так даже в братском языке написано, как у молодых братьев, так его сестер все перевернулось. Есть неприличные прически для христиан. Некоторые сестры носят полураспущенные волосы. Покрывал замужних сестер становится все более узким и по своим размерам перестает быть покрывалом. Неправильное отношение к электронной технике также приносит большой ущерб народу Божьему. Несмотря на решение Совета Церкви, опубликованное в братском языке номер 1 за 2008 год, компьютеры в некоторых христианских семьях используются в недобрых целях. Имеет место просмотра в видеофильмах, увлечениях социальными сетями и компьютерными играми. Немалый вред сегодня приносит псевдо-христианская музыка, по сути своей совершенно мирская. Она все больше проникает в христианские семьи и отравляется знания молодого поколения. Все эти отступления становятся все более массовыми и поэтому в ответ на выщевание сегодня нередко можно услышать. Все так поступают. И вы знаете, вот здесь нужно остановиться и вспомнить Ефрему из 2020, 22, 24 годов, когда он начинает говорить, что вы знаете, а мы научились. И знаете, вот можно сказать здесь, так может быть уже все научились пользоваться интернетом, может быть все уже стали духовно зрелыми-то наконец. Как Ефремов в дальнейшем скажет, что мы были раньше духовно младенцем, а сейчас мы стали духовно зрелыми. Так может уже все духовно зрелые, кроме Совета Церквей, может Совет Церквей не понимают и когда все братья и сестры, которые пользуются интернетом, говорят, а мы уже научились, может духовно зрелые. Может быть у нас только Совет Церквей вот такой еще в духовном младенчестве пребывает. И вы знаете, здесь есть, конечно, некоторая соль в этом рассуждении, потому что самый духовно незрелый во всем братстве Совета Церквей, это Совет Церквей. Это самый духовно незрелый, самый младенческий, недоразвитый. Но широкое распространение того или другого явления не делает его безобидным или безопасным. Находиться в недолженном духовном состоянии очень плохо, но гораздо хуже. Не тревожиться в своем положении и не чувствовать угрызений совести. Потерять страх Божий весьма опасно. Иеремия 2.19. Духовное состояние беспечных христиан влияет на всю общину. Исчезает скрепляющая христиан любовь, теряется духовное воодушевление и стремление к святому хождению перед Господом. Вместо этого верующие ощущают пустоту в сердце, равнодушие к чтению Слова Божьего и к молитве. Это чисто такой персональный вопрос. На ваш взгляд, что делает Совет Церквей сегодня уникальным? Чем он сегодня важен? Чем он сегодня выделяется? В чем мы уникальны? Чем мы лучшие? В чем наша особенность? Я могу сказать в целом те характеристики или ценности, которые я вижу, что и для меня по сути является ценным в союзе. Во-первых, мне кажется, один из основных лейтмотивов у нас не сомневается в... Ну, очень высокий авторитет Писания, на самом деле. Вопрос, как его толкует, это вопрос второй. Но очень многие... Никто не спорит с тем, что Библия безошибочная, что Библия богоудокновенна. Дети читают Библию, приучают детей читать Библию. Истинные служители Божьи не могут спокойно смотреть, как мирская трясина поглощает беспечные души. Посмотрите, мирская трясина поглощает беспечные души. Не могут не переживать о том, что будет с такими христианами в день пришествия Господа за церковью. Каждому служителю необходимо осознать, что, допуская уклонение от церковной дисциплины, он окорчает Господа и сам становится виновным перед ним. Вы знаете, эти слова не просто так на ветер, да? Эти служители потом начинают что-то делать, стараться. Так, давайте мы запретим, давайте мы еще что-то поднажмем. Ну, как же это так? Потому что они осуждают с этим братским листом. Понимаете, а в 2024 году Влад Насонов, когда будет вешать лапшу на уши элите Коломитца, он скажет, ну, конечно же, эти братские лески, это же все так необязательно, это все рекомендательный характер имел. Послушайте эту фразу. Каждому служителю необходимо осознать, что, допуская уклонение от церковной дисциплины, он окорчает Господа и сам становится виновным перед ним. Служители призваны утверждать в церкви чистоту и святость, поэтому апостол Павел так категорично написал молодому служителю. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых о явлении его царствия, его проповедуя слово, настоя вовремя и не вовремя, облегчая запрещающегося со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравоучения принимать не будут. Но ты будь бдительным во всем, переноси скорби, совершай дело благоистника, исполняй служение твое. 2 Тимофея 4, 1, 5. Бог будет взыскиваться служителей из-за их небрежной служения. Иезекииля 33, 7, 8. На расширенном совещании Совета Церквей, рассуждая о всем вышеизложенном, служители согласились призвать всех членов Церкви Христовой пребывать в посте. 6, 7 и 8 июня и объединиться в молитве о том, чтобы Господь произвел в сердцах всех христиан искреннее стремление к святой богоугодной жизни, чтобы тот, кто клонился от узкого пути, от узкого пути уклонился, глубоко раскался пред Господом, скупивший нас дорогой ценой. То есть, посмотрите, пост, мы будем поститься, чтобы отказаться от этого. Ефремов скажет позже, что мы научились этим пользоваться. То есть, здесь у вас 6, 7, 8, что проводят семинар, как пользоваться интернетом, Ефремов проводит такие семинары, или еще что-то такое происходит. Или вы поститесь о том. Но, видимо, многие решили не поститься. Пост и молитва – это лучшее влияние на внутренний настрой человека, без изменений, которые невозможно исправить сложившись в положение. Он в внутренний настрой может изменить только Дух Святой. Вы знаете, вот хороший вопрос для интервью. У Влада Насона в 2024 году спросить. Дорогой Влад, а 6, 7 и 8 июня 2012 года пребывал ли ты в посте, чтобы идти узким путем? Советуем обсудить содержание этого братского леска на членских и молодежных собраниях. Служителям необходимо провести общение и личные беседы на эти темы, как со всеми членами церкви. Так и отдельно с родителями, с молодежью. Пример в этом деле дает апостол Павел. «Я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам». День апостола 20-20. И вы знаете, у нас читают этот братский листок, стараются надавить нас совесть в это время. Доходит до того, что принимается решение о том, что все, кто находится в социальных сетях, в ВК, в Одноклассниках, не имеют права участвовать в вечере. Я помню, прекрасно помню, это единственное богослужение, единственный вечер, когда наконец-то Александр Иванович униженный набрался смелости и храбрости. Вот он, видимо, начитался этого братского леска, воодушевился так, накрутил себя и выходит за кафедру. Это было на общем собрании, в общем собрании была вечеря. И он говорит, братья и сестры, кто зарегистрирован в социальных сетях, вы не имеете права принимать участие в вечере. При этом правило оглашено так, три раза не участвуешь в вечере – отлучение. Три раза не участвуешь в вечере – отлучение. И я помню, я был зарегистрирован в социальной сети в ВК, естественно, не под своим именем, и я встал и участвовал в вечере. И я, знаете, я вам больше скажу, да там огромное количество верующих было зарегистрировано в социальных сетях. И они также встали, и все мы участвовали в вечере. Я скажу вам конкретный пример. Есть одна сестра, у нас моя сверстница, из моей молодежи, то есть нам уже где-то ближе к 30 годам. Мы уже взрослые люди, у нас уже собственные дети. И эта сестра, она уже замужем, у нее свои собственные дети. И при этом эта сестра очень красивая, очень красивая такая, вот, такая вот прям, хорошо выглядит, за собой следит. И она зарегистрирована в социальной сети ВК. И при этом она зарегистрирована под именем Анжелина Джоли. Анжелина Джоли, понимаете? И она встает и участвует в этой вечере. И, знаете, это просто трагедия, просто, понимаете, это просто объективный факт. То, как мы проходили через это все. Мы 30-летние, взрослые люди, у нас свои собственные дети. Мы зарегистрированы в этих социальных сетях не для того, чтобы смотреть там порнографию. Нас вообще, собственно говоря, не интересует порнография. Мы зарегистрированы в социальных сетях для того, чтобы там обмениваться сообщением, знакомиться с людьми, переписываться. Потому что, ну, социальная сеть, это, ну, есть социальная сеть. Кто-то там уже, там, продвигает какую-то продукцию через социальные сети, там, развивается. По учебе это надо, по работе. И мы все становимся и просто лукавим, лукавим. И никого из нас уже не осуждает за эту совесть, понимаете? Потому что происходит распад ценностей в этот момент. И на этом фоне у нас формируется цинизм. Мы этому неженному просто смотрим в глаза и открыто лжем. Самый большой страх, если униженный подойдет к нашим детям и спросит у них что-нибудь, да? А смотрите ли вы мультики или еще что-то? Вот это самый большой страх. Потому что дети могут признаться, да? Потому что они такие, да? Мы не можем сказать, что когда дядя-служитель подойдет к тебе, ты ему скажи, что мы не смотрим мультики, да? Ну, так мы детей своих не учим. Но сами мы уже все, вот мое поколение, мы все лжем. Просто лжем про то, что мы не зарегистрированы. Я просто хочу сказать, что это факт. Это просто стопроцентный факт. Но я вам больше скажу, не только люди моего возраста, молодежь или подростки регистрировались только в соцсетях. Но также и служители там под другими именами также регистрировались для того, чтобы наблюдать за молодежью, что они выкладывают в соцсетях, находятся ли они в соцсетях. У меня, кстати, есть друзья, которые иногда, ну, стараются мне в чем-то помочь. И я вот даже одного друга не просил. Он сам пробил Вениамина Хорева. Есть такие разные там сервисы, где можно пробивать человека. И он мне скинул информацию. И это было очень интересно, потому что, оказывается, Вениамин Хорев был зарегистрирован в социальную сеть ВКонтакте под именем Артем Павлов. На данный момент эта страничка заблокирована. Вот. Но факт остается фактом. Не обязательно это было для того, чтобы там следить за молодежью. Я думаю, что так как Вениамину Хореву нужно было развиваться, искать какой-то материал, завязывать какие-то отношения с какими-то людьми, ну, вот он как историк работает в братстве, да. Конечно, ему нужно было обзаводиться разными новыми знакомствами с какими-то другими историками. Или историки, допустим, там, в регистрируемом союзе. И через социальную сеть выйти с ними напрямую и пообщаться. Это самый простой вариант. И, конечно, Вениамину Хореву, скорее всего, для этого и пришлось завести вот этот аккаунт Артем Павлов. Сейчас, конечно, уже значительно легче найти человека. Не обязательно регистрироваться в социальной сети, чтобы выйти и пообщаться с человеком. 2013 год. Как раз прошел седьмой уже съезд Совета Церквей. И вот в братском языке под номером 4-5 написаны такие интересные фразы. Только послушайте. У некоторых церквях замечается проблема влияния мира на молодежь, которая выражается в нецеломудренном внешнем виде, в увлечении духовной музыкой, видеопродукцией. Главная задача, которая сегодня стоит перед братством, заключается в том, чтобы не потерять способность видеть узкий путь. Вы знаете, это просто такой смех. Такой просто смех. Мы идем, мы идем узким путем, мы идем узким путем. Все плохо, нам все сложнее. Мы уже каялись, мы уже каялись всеми служителями Совета Церквей. Мы уже каялись, что мы такие вот слабенькие. И вдруг такой 2013 год и такая фраза. Мы уже чувствуем, что мы уже теряемся в виду узкий путь. Нам уже хотя бы способность просто видеть этот узкий путь. Мы уже просто даже узкий путь не можем разглядеть. Братья и сестры, болитесь, чтобы главная уже задача не в том, чтобы идти по узкому пути. Понимаете, это уже не задача. Это уже все, это уже отходит на второй путь. Мы уже просто даже разглядеть этот узкий путь не можем. Понимаете, что они пишут в братском леске? Просто прочтите. В это время уже начинают покупать смартфоны служителям. Ну, как бы это все происходило. Вот эти вот все смартфоны появлялись. Да, это у нас, так скажем, 30-летние где-то. Ну, про молодежь я уже молчу. У них уже у всех смартфоны. Да, старшее поколение-то. Служители-то наши, они все еще без смартфонов. Они еще с сотовыми телефонами. А вы знаете, как с сотовым телефоном неудобно? Не всегда ты на связи. Как удобно сейчас там по WhatsApp, по Viber переписываться. Написал там, человек когда может, тогда ответил. А вот к Сан Санычу, да, к Куримову Александру Александровичу, у него нету этого самого смартфона. Он все идет еще, он еще разглядел еще пока по узкому пути идет. Уже как неудобно с ним, понимаете? И я помню, я прихожу и там, братья говорят, у нас там 21 кабинет такой есть. Как бы там такие ведущие братья, такие самые прогрессивные, которые там по объединению настроятся. Они говорят, надо Сан Санычу купить смартфон. Мы купили ему смартфон, вот подарим от объединения, чтобы он всегда был там на связи. Ну там столько много всяких разных функций с интернетом. Но у самого Сан Саныча у него нет денег на смартфон. Он служитель, у него маленькая зарплата, большая семья. Много надо ездить туда-сюда. От братства ему покупают смартфон. Подключают, братство будет оплачивать интернет. Знаете, это настолько смешно, что в самом конце у униженного появляется смартфон. Знаете, он через некоторое время, уже все пользуются ватсапом. Только через какое-то время у униженного появляется ватсап. При этом он не выставляет там свои аватарки. Он все еще держится, понимаете. Он все еще видит узкий путь, еще держится. Это очень смешно. Это, знаете, это настолько смешно. У всех аватарки. Причем, вы знаете, вот ватсапе поначалу аватарки менялись у людей практически там каждую неделю. Каждую неделю каждый выкладывал, знаете, как маленькая социальная сеть такая. Где-то выкладываешь какую-то свежую свою фотографию, да. И там постоянно, вы помните, что ватсап сначала используется для того, чтобы смотреть у кого какие фотографии, да. Заходишь там в аватарки, смотришь, ой, вот такая, вот такая аватарка, вот так красивее, не такая красивая. Я помню, что все уже меняют эти аватарки с утра до вечера, да. У униженного все еще нет никакой аватарки. Он все еще держится. Знаете, вот это вот, именно, знаете, вот именно такой сигнал. Я еще держусь, я служитель, мне еще пока нельзя. И только потом, потом, когда уже все уже это успокоилось, в Александре Ивановиче появилась аватарка ватсапе. 2015 год, братский листок номер один. Вы знаете, уже нет ни огня, ни жара. Вот это вот огонька, что вот нам нужно, вот-вот, скрипится, вот мы теряем, теряем. Все, уже нет никакого огонька. С подрастающим поколением связано немало серьезных переживаний. Среди молодежи заметно влияние мира, заметно, заметили наконец-то, которое выражается в нехристианском внешнем виде, неправильном отношении к электронике, в людском образе мышления, поведения. Все это должно быть для нас предметом не только беспокойства, но и постоянных молитв у Бога. Крайне важно, чтобы и в семьях, и в церквах мы прививали нашим детям здравые понятия и учили жить в страхе Господнем. 2018 год, Братский листок номер два. Это уже, вы знаете, уже полный пессимизм, полный пессимизм. Уже не только нет никакого огонька и вот этих шаблонных фраз о том, что заметно влияние мира. Просто в свет церквей просто лег, просто лег. С другой стороны, мы с печалью наблюдаем, что в народе Божьем появились мирские взгляды и служить ли, как будто бессильны противостоять этому явлению. Стрелочка упала на полшестого, да, все. Среди членов церквей становится все более заметно увлеченность не духовными, а плоскими наслаждениями. Наиболее сильное влияние мира наблюдается в использовании интернет-ресурсов, в музыкально-певческом служении, во внешнем виде братьев и сестер. Также необходимо проанализировать духовную ситуацию в общинах, на церковном, региональном совете и советах других уровней, предприняв необходимые шаги для исправления всех кривизм. Возможно, в отдельных церквах потребуется проведение глубокой и обширной работы по очищению, освящению. Наряду с этим очень важно всячески поддерживать и ободрять тех христиан, чьи стремления соответствуют истинным духовным целям. Малахия 3, 16, 17. В вопросах использования компьютера и интернета особое внимание следует обращать на то, что в сердцах христиан пребывал страх Божий и формировались внутренние границы самообладания, чистоты. Это поможет пользоваться только необходимыми программами и сервисами, которые не опустошают духовно. Просим вас периодически информировать совет служителей объединения о том, как осуществляется на местах запланированная духовная работа. Ну, прям видно, что все упало. И в 2019 году все это добивает пандемии коронавируса. Когда настолько очевидно, что все погрязли в YouTube, что все погрязли в интернет, погрязли не просто все, а погрязло именно старшее поколение. Бабушки и дедушки, вот эти все, которые с утра до вечера там за братство, вот эти косыночки, вот эти сестры, все в косыночках, такие строгие, которые никогда не допускали маникюра, они сейчас сидят и смотрят в интернете. Малахова! Малахова они смотрят. Вот как там девушка в 16 лет забеременела, а кто они отец-то? Непонятно это! Вот разобраться надо! И когда уже понятно, что все уже в лёжку лежат в интернете и просто не вылазят оттуда, ну тогда уже чего ж, давайте мы уж тогда и трансляцию сделаем в интернете, в YouTube. Вот эта пандемия коронавируса, она просто добила. Ну, раз мы делаем трансляцию в интернете, собрание, то есть вы не просто открываете устройство, на котором можно смотреть порнографию и богослужение проповеди, вы заходите в приложение YouTube, в котором одновременно вы можете смотреть самые развращенные фильмы и при этом же тут же прилистывать там богослужение. Всё, это говорит о том, что больше нету никакой грани. Пандемия коронавируса, она просто сказала, что теперь мы все официально будем находиться в YouTube. Мы не просто будем бороться, мы просто будем там находиться. Понимаете, о чём сказал коронавирус? И здесь появляются вот эти яркие проповедники, которые начинают перетолковывать историю из прошлого. Вот этот диалектический материализм, когда что, да, у нас были заветы Ленина, но эти заветы Ленина сейчас нам нужно понимать совершенно по-другому, да? Но это не противоречит никак заветам Ленина. Итак, в 2020 году Максим Профеник приезжает на Сибирск. Он проводит беседу с регентами. Ему активно, это слышно на записи, постоянно поддакивает Александр Иванович Унижённый. И Профеник говорит о том, что, вы знаете, в 2008 году не была запрещена движущаяся картинка и видео, а была запрещена продукция, продукция видео. Надо делать акцент на слово «продукция». Вот продукция, она до сих пор запрещена. Ну тут, конечно, к вопросу бы подойти, что есть видеопродукция. Уже давно мы нуждаемся, наверное, в том, чтобы сформулировать, чтобы лучше уразуметь то предостережение, которое братья когда-то через братский листок нам оставили по поводу видеопродукции. Как вам кажется, звонок по видеосвязи через Skype или Viber – это видеопродукция? Ну все скажут, нет, какая-то продукция. Просто ты увидел человека на расстоянии, да, достижение техники. А видеотрансляция богослужений – это видеопродукция. Но это, наверное, где-то рядом, все равно еще нет. А видеомонтаж, когда человек то в поле, вот поет он про поле, и раз он переоделся, уже в поле он там стоит. То он про дорогу поет, и он уже идет по дороге во время того, как музыка звучит, то он там на небо посмотрел, и мы смотрим, камера переместилась, и вот перед нами небо с облаками. А вот это, а это уже продукция. Это тонкая грань, за которую я сейчас не берусь, чтобы все расставить по своим местам, но делюсь размышлениями. Видеопродукция нам бы уточнить сейчас. И вот здесь уже начинается философия, философия потребительства наслаждения. Лично я, это опять же мои рассуждения, воспринимая видеотрансляцию, это не видеопродукция. Так же, как видеосвязь по скайпу или вайберу, это не видеопродукция. Если спе эта песня, и мы видим того, кто поет, как он поет, пусть это удаленные там составы какие-то, но речь идет не о монтаже, а просто о том, как участник, мы видим участников, мы видим то, что происходит. Так же, как мы видим во время богослужения, при видеотрансляции богослужения. Так же мы можем видеть их. Но когда вот тут еще примешивается видеоэффект, видеоряд, а это вот уже видеопродукция, собственно. Может быть, у кого-то мнение отлично. Может быть, кто-то считает, что и это уже шаг в ненужном направлении. Я очень уважаю ваше мнение, вполне. Я просто делюсь своими размышлениями, что, думаю, как бы мне логика подсказывает, что есть какая-то некая граница на сегодня между просто воспроизведением видеотрансляции и, собственно, видеопродуктом, где подразумевается монтаж и работа оператора, работа со светом, работа, ну, понятно уже, какого плана, потому что это сопряжено уже с дальнейшими шагами. Итак, в октябре 2020 года Максим Парафенек говорит свою знаменитую проповедь. А уже в ноябре 2020 года Михаил Голубин выпускает свою серию о лжедуховности. И там он говорит такие слова, что мы сделали запреты, а потом мы сами мучились от своих запретов. И сейчас нам такая подбеда над этим интернетом в тягость. И он говорит о том, что мы часто слышим фразу о том, что интернет и видео было запрещено, но я решил напрямую спросить у братьев, действительно ли это так. То есть Михаил Голубин, он говорит так, я, вы знаете, я не следил за этой информацией, я был вот, я был духовный, я был, знаете, я вот где-то вне братства немножко, я, так скажем, парил над братством, я вот не следил за всей этой информацией. Я, вы знаете, я такой духовный. Ну вот есть какая-то такая информация, говоря, в прошлом, когда жили динозавры, и Геннадий Константинович ходил по земле и с Богом беседовал в саду Эдема, то потом вроде бы что-то произошло, и что-то вроде бы какой-то листок выпустили, да, что-то там запретили, это было в прошлом, и это было настолько давно, я вот как-то сам за этим не уследил. Я сейчас сам решил вот найти нескольких вот таких вот хомо сапиенсов из прошлого и спросить у них напрямую, а скажите, действительно это и так? И при этом Михаил Голубин использует такие выражения, как из первых уст, из первых уст, чтобы узнать, что там было в прошлом. Человек не может уже найти листок за 2008 год, он не может прочитать все братские листки, это настолько сложно. Он решил с первых уст. И вы знаете, вот ему какой-то вот такой вот австралопитек из прошлого, да, вот такая вот какая-то переходная звено между Геннадьем Константиновичем Крючковым и Михаилом Голубиным, который еще помнит, что там было в 2008 году на этом совещании, там, в 2007 году, вот он нашел какого-то такого австралопитека, и вот у него спросил напрямую, вот скажите мне, человеку из будущего, действительно ли там был какой-то запрет или что, или запрета не было никакого. Хочу вот у вас спросить, у последнего носителя вот этой секретной информации. Я бы хотел приобщиться к вам, тайному ордену масонов, и сказать вот эту вот секретную информацию, вот мне объясните, я в могилу уйду с этой информацией. И этот человек ему сказал, что такого запрета не было. И потом Михаил Голубин говорит, что «но наш народ, наш народ, это мы такие плохие, у нас такое черно-белое мышление, что мы все извратили, запрета не было, а мы на местах перегибы, на местах перегибы, народ плохой, это не совет церквей, у астралопитеков там было все хорошо. И я докопался до истины, хочу вам донести, Михаил Голубин, мы наконец-то приобщились к этому тайному масонскому ордену и узнали, что там было внутри. Запрета не было. Знаете, представляете, такое поле искалеченных людей, сколько искалечило людей, сколько искалечило людей, как с этим совсем боролись. Просто представьте себе, такое поле лежит, трупы лежат отлученные на замечаниях. Ладно, может быть, отлучили не так много людей, но сколько страща было вот этих вот, что мы вас накажем, отлучим, сколько давили на совесть, сколько ломали людей. Ну вот меня, допустим, меня отлучили брать с церкви. И чего? Что, мне от этого легко жилось, что ли, все эти года там, что вот это был запрет на интернет, что вот это то, что я лукавил, это все нормально, что ли, было? Вот представьте себе, вот это поле, вот этого всего лукавства, вот эти люди, изломанные, просто изломанные, исковерканные, циничные. И вот Голубин такой, вы знаете, этого ничего не было, я вам донес информацию, все было хорошо, это мы с вами. Раньше некоторые братья пытались огородить молодежь от сотовых телефонов или интернета. И что из этого они получили? Сначала запрещали, а потом сами мучились от своих же запретов. Уже и рады бы пользоваться цивилизацией, да вот беда, куда деть все эти беседы о вреде и запретах современных средств связи. Возможно, когда-то их категоричная проповедь была победной и результативной, и даже вызывала покаяние слушателей, но сейчас такая победа им самим стала в тягость. Один брат яростно нападал на появляющиеся смартфоны у молодежи, пытаясь их даже конфисковать. Теперь у него собственный, широкоформатный смартфон. Кстати, попутно здесь замечу, мы часто слышим фразу «в братстве видео запрещено». Я решил спросить напрямую у уважаемого представителя члена света церквей по поводу запрета на видео. Сам я не следил за этой ситуацией, поэтому уточнил, как говорится, из первых уст. Мне был дан такой ответ, что категоричного запрета не было. Были рекомендации и предостережения об отрицательном влиянии видеопродукции. И была рекомендация данный вопрос решать на местах. Но наш народ настолько привык к воспитанию на запретах, что уже многие не могут отличить запрет от рекомендации. Это связано с развитием категоричного или черно-белого мышления. Проходит еще несколько месяцев, и в феврале 2021 года уже Геннадий Сергеевич Ефремов на молодежного. А Геннадий Сергеевич Ефремов это заместитель, это второе лицо в образце. Он говорит о том, что да, были такие правила, но это были правила для младенцев. И Ефремов говорит такие слова. Можем справиться. Корректируем. Корректировать. Мы сдержали. Изучали. Мы не спешили. Те, которые поспешно принимали, все, что мир предлагал, они сделали большую ошибку. А мы себя сохранили и духовно выросли. В этом вопросе мы не избавлены от искушения, но мы уже знаем, как противостоять этому. А потом он прокалывается и говорит фразу «Привыкли». Для чего законы в церкви? Правила. Для младенцев. Как правило. Для духовных людей законы не нужны. Для младенцев нужны. Вот это не делай, туда не ходи, иначе будешь наказан. Для младенцев. Для чего нужны были эти законы? Мы были младенцами. В плане телефонов мы еще ничего не понимали, к чему дело приведет. И поставили рамки. Правильно сделали. Отличное решение было. Мы выросли, посмотрели, что мы теперь с этой ситуацией можем справиться. И знаем, как. Пошли. Немножко дело. Корректируем ситуацию. Наша молодежь уже привыкла к этому делу. Мы уже знаем, что хорошо, что совсем плохо. И начинаем корректировать. Мы от этого не избавимся. Мы с братьями пришли к выводу. Мы сдержали в свое время, сдержали очень хорошо, пока этот вопрос изучали. И я считаю, правильно сделали, чтобы мы не спешили. Много себе повредили те, которые поспешно принимали все, что мир предлагал. Они сделали большую ошибку. Мы как бы себя сохранили. Мы духовно выросли в этом вопросе. Мы не избавлены от этого искушения. Но мы уже знаем, как к этому противостоять. Мы к этому привыкли. Поэтому я считаю, что мы подошли хорошо. Сдержало ли братское послание ситуацию в нашем братстве? Сдержало. Отлично. Я считаю, что очень хорошо. Мы сейчас, как бы сказать, на последнем совещании Совета Церквей что-то пересмотрели. В связи с той обстановкой уже немножко наша молодежь адаптировалась. Мы адаптировались. Мы в это дело вникли получше. Мы поняли, что хорошо, что не совсем хорошо. Еще что можно допустить, что нельзя допустить. И какие-то рамки были ограничены. Как бы мы немножко выросли. Мне так думается. Но рамки еще все не сняты. Не знаем, как дальше будет развиваться. Я считаю, поэтапно, может быть, будет развиваться. Должно развиваться хорошо. Но здесь происходит что-то невероятное, что-то страшное. В этом же самом году, в 2021, практически сразу после того, как Ефремов выступил с победными реляциями, о том, что они одержали победу, они стали духовно зрелыми, Совет Церквей выпускает проратский листок под номером 2 с совершенно ужасным содержанием. И это удивительно. Вы знаете, потому что Геннадий Сергеевич Ефремов, он же тоже входит в Совет Церквей. Он же даже заместитель председателя. И, видимо, одной рукой он пишет свои победные проповеди, а другой рукой он пишет эти братские или подписывает эти братские листки. И, видимо, одна рука не ведает, что творит, другая рука. Понимаете, как страшно. И в этом братском листке они пишут совершенно страшные вещи, в котором они признают поражение по всем своим фронтам. Есть у нас переживания другого рода, связанные с духовной жизнью верующих. В частности, в частности, это уже никакая не частность, это вообще общее дело, в частности с проникновением мира в среду христиан. В значительной степени это выражается в увлечении верующих различными мирскими интернет-ресурсами. Некоторые христиане значительно больше времени проводят в интернете, поглощая нехристианскую информацию, чем за чтением Библии или какой-либо другой духовной информации. Нередко сами верующие, уже даже сами верующие, помещают в интернет информацию сугубо внутрицерковного характера, публично критикуют служение в церкви, служителей, братства, другие союзы. А ведь это же как раз время Дмитрия Петровича сукач, когда все братство гудит, молодые братья выдвигаются и под хэштегом душа за сукач, высказывают свое мнение о том, как неправильно с ним поступили. И в этом деле замешан Николай Степанович, Антонюк и Золотухин. В интернете можно встретить видеоролики музыкального или нового содержания, которые приносят больше соблазна. И это тоже верующие делают. Тоже в самом соц.и.х.б. делают эти ролики, чем назидание веры. Увлечение мирской информацией, публикуемым в интернете, приводит в большинстве случаев к духовному обнищанию, потере святости, а иногда и к отпадению от веры. На последнем совещании Совета Церквей было рассуждение об использовании видео в церковной жизни. В итоге единодушно было принято решение, что Совет Церквей не одобряет использование видео на богослужениях и других церковных мероприятиях. Тем не менее, при необходимости в исключительных случаях служители поместных церквей могут разрешить использование видео, они же должны будут осуществлять и последующий контроль. Если речь идет о мероприятиях, связанных с служением объединений, то ответственность возглавится на руководство объединения. Доступность электроники в наше время создают предпосылки для просмотра не только документальных видеозаписей, ладно, документальные, но и художественных фильмов нередко скверного содержания. Для того, чтобы чем-то занять детей, некоторые родители включают им, чтобы вы подумали. Мультфильмы об опасности подобных поступков мы уже писали в братских посланиях. Такое небрежение может привести к духовной гибели не только детей, но и родителей. Влияние мира проявляется также и во внешнем виде верующих. Всем известно, что в нашем братстве всегда было строгое отношение к этому вопросу. Одежда братьев и сестер должна быть прилично аккуратной, целомудренной. Не допускается ношение сестрами брюк, покраска и стрижка волос. Нельзя также ходить с распущенными волосами. Голова у замужних сестер всегда должна быть покрыта. Недопустимым считается использование декоративной косметики, ношение украшений, такие как цепочки, серьги, кольца, включая обручальные и многое другое. Братья и сестры, в каком веке вообще в братском леске было такое перечисление цепочки, серьги, кольца, обручальные и многое другое. До чего до котинок, что даже приходится вот это все перечислять? К сожалению, в отдельных церквах братства наблюдаются снисходительные отношения к некоторым из обозначенных явлений, вызывая даже беспокойство вопросы, связанные с формированием христианской семьи. Не секрет, и здесь вообще очень самое страшное, это просто падение ниже уже братства никуда не упадет. Не секрет, что некоторые христиане планирование семьи больше не считают грехом, а приемлют более свободный подход к вопросу деторождения и супружеского целомудрия. и вы знаете, это просто гвоздь в крышку гроба МСЦ ЕХБ. Вы понимаете, что за этой фразочкой что стоит? Это значит, что люди в братстве во время интимной близости занимаются и используют я просто промолчу, не буду дальше говорить, но за этой такой фразочкой очень аккуратной. Скрывается просто тектонический сдвиг в братстве МСЦ ЕХБ и это четко зафиксировано в братском листке. Ну вот наступает 60-летие братства. Наконец-то мы, как говорил Геннадий Сергеевич Ефремов, научились все-таки, одержали победу, стали духовно зрелыми. Может быть, они здесь перечислят снова какие-то достижения, может быть, они интернетом научились пользоваться процентов на 70, на 50 хотя бы, я не знаю, на 40, на 30. Какие успехи? Что они перечисляют среди успехов? И вот вторая половина 60-летнего пути братства отмечена большими возможностями. для проповеди Евангелия в интернете. Величайшим благословением стала возможность проповеди Евангелия. Я думаю, конечно же, вы понимаете, что в интернете, да? Нет. Коренным жителям Сибири. Вот в чем оказывается коренной перелом. Вот в чем величайшее благословение. Коренные жители Сибири. Северных и восточных регионов России многочисленным народом Средней Азии и Кавказа. Странно, почему-то они про Африку забыли упомянуть, а Африка будет чуть позже. Особым проявлением Божьей милости стало духовное пробуждение среди глухих цыган и заключенных. Вот так вот. Господь вдохновил братьев и сестер трудиться среди алко- и наркозависимых. В период свободы особо обострилась нужда в нам давайте попробуем отгадать в чем обострилась нужда миссионерах и служителях. Ну и дальше к сожалению старая песенка. вспоминая о великих божьих деяниях в истории нашего братства и жертвенном служении наших предшественников мы вместе с тем переживаем об опасности духовного охлаждения и связанных с этим утратах. Мир все дальше уходит от Бога спеша к своему концу. На этом фоне христианство теряет силу благочестия. Основополагающие евангельские истины нередко подменяются набором отвлеченных рассуждений. И вы знаете мне кажется про отвлеченные рассуждения это про Николая Степановича Антоника когда он еще на кассетах говорил о том что вера она не может родиться из видеопродукции она же только вот от слышания а никак не от видения блаженные вот не видевшие а слышавшие мне кажется что здесь как будто уже какой-то намек на это что основополагающие евангельские истины нередко подменяются набором отвлеченных рассуждений не бог его воля а человек со своим беспринципным умом становится критерием истины и вы знаете мы действительно видим этот беспринципный ум в братстве МСЦ и ХБ сначала они говорят одно потом встает Максим Парафейник или Геннадий Сергеевич Ефремов и начинают говорить просто совершенно другое на том же самом месте и порой использовать те же самые места священных писаний мы призваны стоять на страже духовных рубежей чтобы не поддаться пагубному влиянию мира для этого важно дорожить тем опытом который нам передали наши наставники до конца сохранившие верность Христу и вступившие в небесный обитель что это за опыт мы не будем изучать это уже не так важно этот опыт не интересует Голубин потому что он все пытается где-то найти живого свидетеля и напрямую его спросить это такой скользающий уже опыт самое главное что мы дорожим каким-то якобы опытом Братский листок 2008 года видимо это не опыт которым надо дорожить ну и Братский листок номер 5 в 2021 году это вы знаете это просто шедевр время в котором мы живем это не только эпоха физических бедствий болезней это также период духовного обнищания и охлаждения обострения разных искушений соблазнов будем молиться чтобы духовный либерализм не проникал в нашу среду не расшатывал наше богословие не нарушил наши форматы служения Богу и практику христианской жизни ну давайте будем молиться об этом в конце концов мы по пятницам о чем только не молились мы же помните по пятницам из-за пробуждения среди регистрированного братства молились а сейчас мы практически как регистрированное братство ну давайте еще будем об этом молиться вот еще про либерализм чтобы вот не расшатали а потом вдруг возникает фраза которая действительно задевает этих братьев за живое также очень важно просить молитвах о том чтобы Господь дал благодать служителям МСЦ и ХБ и чтобы на местах сохранялось полное единодушие во всех вопросах духовного домостроительства практики практики служения нашей веры и жизни все уже нету даже единодушия нас уже не интересует узкий путь нас не интересует чтобы нам видеть этот узкий путь как мы уже призывали мы уже столько каялись мы уже заблуждались мы уже пытались мы уже даже теряли этот узкий путь теперь все все это в мусорное ведро мы теряем даже единодушие да какое здесь может быть единодушие, когда Ефремов говорит одно, голубин другое, это третье, четвертое, и думаю, что там посреди всех этих есть вот эти братья-служители из немецких деревень, которые поджимают все это изнутри и просто разрывают на части. Ну и подходя к заключению с этой историей про братские листки, вспомним самый последний братский листок января 2024 года, так называемый циркуляр о цензуре, он ставит точку в этой долгой эпопее. Написано так, прошлые рекомендации по информационным технологиям в братских листках были оправданными и принесли немало пользы. Но общество, в том числе и верующие, сегодня живут в других реалиях. Точка. Все. Мы живем в других реалиях. Все. Все. Поставлена точка. Мы больше, наверное, не будем уже плакаться. Мы просто признаем это за факт. Мы живем в других реалиях. Наша сказочка закончена. Итак, теперь нам надо переписать нашу славную историю. И для этого у нас есть такие талантливые братья, как Владислав Насонов. И вы знаете, я думаю, что Влада Насонова надо рукоположить на учителя в братстве, потому что то, как он учит, то, как он будет переучивать молодежь и братьев-сестер, ну, это очень талантливо. Я думаю, что даже Вениамин Хорев, вот этот вот псевдоисторик, который перевирает историю, наверное, даже может немножко отдохнуть рядом с Владиславом Насоновым. Итак, Владислав Насонов использует те же самые фразы, как и Михаил Голубин, на том, что миллионы и миллионы лет назад были такие астралопитеки, которые не умели пользоваться интернетом, но в интернете водилась одна только порнография. И эта порнография, она практически должна была всех уничтожить. И только благодаря тому, что палкой-копалкой, который был привязан камень на нитку, и они просто задолбили этот интернет этой палкой-копалкой, просто его уничтожили, только благодаря этому удалось убить, уничтожить эту порнозависимость всего братства МСЦ, ЕХБ. Такие байки, я не знаю вообще на кого они рассчитаны. Ну, я вот, допустим, понимаю, что сейчас доступность порнографии в миллион раз выше и проще получить, чем, я не знаю, там, 15-20 лет назад. Ну, отлучать от церкви, ведь, как бы, отлучение от церкви, это же отлучение от христовой церкви, универсальной, не просто там отлучение. Конечно, нет, я считаю, это неправильно. Я не знаю, чтобы там закрашенные волосы за Минько получили, я не знаю таких случаев, правда. Ну, за интернет, я знаю. Если такое где-то было, ну, и за подобное там нарушение. Ну, смотрите, ведь тут проблема в чем? Проблема в том, что мы говорим про очень разные случаи, в разное время и так дальше. То есть, например, 15 лет назад, наверное, даже больше, лет 20 назад я завел соцсети, да. Я только не так давно был покаялся, у нас там компьютер был у двух или трех человек в церкви. Люди даже не знают, что такое интернет, они думают, это мебель какая-то или что-нибудь, непонятно. То есть, как бы, вот, и я получал там электронную площадь, что-то еще, там, в общем, у меня какой-то модем был, диалог модем. И вот в то время, я помню, я завел социальные сети. Но тогда там ВКонтакт, это был совсем другой ВКонтакт, то есть он никак не регламентировался, там 70% контента, на тот момент была порнография и, в общем, там, в том числе и детская порнография была, и все на свете. То, чего, ну, законодательно никак это не регламентировалось. Люди не знали, что с этим делать. На тот момент, как бы, запрет, он, может быть, вполне обоснован был. Я помню, когда один, ну, простите за откровенность, там, один педофил вскрыл аккаунт кого-то у меня из друзей, у меня был закрытый профиль, и я там выкладывал фотографию, выложил фотографию дочери, маленькой, ей годик было всего. Какой-то вот неадекват, вскрыл аккаунт кого-то из друзей, у меня там такие комментарии к фотографиям дочери написал. Ну, в общем, я тут же просто все удалил, как бы, и закрыл аккаунт свой. Но прошло время, все поменялось. Поменялись даже не мы и наши представления, хотя это тоже, но и сами социальные сети поменялись, и явление поменялось. И мы научились там как-то с этим работать, жить, и, в общем, поэтому, ну, тут все настолько... Настолько культура меняется, мир меняется, мы меняемся, в общем, все в диалектике такое происходит. Ну, то, что вы говорите, это очень логичные и разумные вещи. Конечно же, сразу возникает вопрос, ну, а вообще, зачем ты рассказывал так много вот про эти братские листки? Может быть, они вообще не носили никакого смысла? Ну, так, просто какие-то бумажки, пожелания, да, как Владислав Насонов мне говорит, у меня есть этот сборник, надо почитать. Да, ну, что-то такое, кто-то где-то когда-то что-то это написал. Но на самом деле, и этим вопросом как раз и задается Маргарита Коломитца, когда она слушает Владислава Насонову. Он рисует такую благостную картину, что у ней невольно возникает вопрос. Ну, а братские листки-то, это что, это бумажки, с которыми, что ли, чуть ли не в туалет надо ходить, да? И он примерно так и говорит, ну, примерно да, можно сказать, что из этой области. И он пытается так ей красочно навешать лапшу на уши, но при этом он прокалывается и говорит одно слово, которое называется директива. Это называется неконтролируемый подтекст. Он не может проконтролировать себя, потому что братские листки – это директива. Это не какие-то пожелания, это директива. И в соответствии с этой директивой в Новосибирской церкви, в которой сейчас Владислав Насонов, член церкви, проводились решения на основании этих братских листков. Мы зачитывали их, мы старались не допускать до вечери тех, которые зарегистрированы. Мы запрещали видеосъемку. Сколько было людей, которые там вступают в брак. У кого-то можно видеосъемку, у кого-то нельзя, да. Сколько было огорчений. А собственно говоря, о чем говорить? Я завел свой ютуб-канал, и мне сказали закрыть ютуб-канал, иначе меня ограничат в служении. Из-за этого мне пришлось покинуть братство МСЦХВ. Потому что последнее условие, которое мне поставили, они сказали закрой абсолютно все, что у тебя есть, да. Закрой свой видеоканал. Хотя у меня там были просто проповеди нейтральные. Я уже удалил всю информацию там про братство, еще про что-то, да. Просто проповеди, библейские проповеди, нейтральные, вообще никак не относящиеся к братству. И мне сказали закрой, закрой. И это было совершенно недавно, буквально там, я не знаю, там, сколько там, лет семь назад, наверное. Но опять же, даже братский листок, он, ну это такой информационный, просто для зрителей, да. Это информационное такое издание, которое пользовалось, использовалось раньше для быстрого донесения информации, да. Ну, то есть там, журнал это долго, что-то, если нужно быстро какую-то там директиву озвучить, вот, был братский листок. Ну, там, конечно, не только директивы, там, поздравления, и там, сообщения о жизни братства и так дальше, там много всего. Я целый сборник есть за 40 лет этих листков, очень интересно их почитать, конечно. Вот, ну, то есть, было несколько таких. Это не правило, да, не правило к исполнению, это просто как рекомендации, правильно? Ну, позиция руководства такова, что это рекомендации для церкви, да. Вот, как бы, естественно, на местах все по-разному. Кто-то воспринимал это как закон Медианы и Персов, чуть ли не вторая Библия. Вот, кто-то, кто-то как-то пропускал через там, свою культурную особенность. И всё равно, мы же в разных странах живём, в разных городах. И даже церковь и церкви внутри одного города может очень разно быть, там, ну, не знаю, ментально, да. Поэтому, наверное, в общем, кто как. И когда Владислав Насонов в Торе Михаилу Голубину пытается всем объяснить, что это были перегибы на местах, что не надо было так воспринимать эти братские листки, этот же самый вопрос возникает на молодёжном съезде, где проповедует Ефремов. У молодёжи тоже возникает вопрос, ну, а эти братские листки-то, в конце концов, что это было такое, которое искалечили нашу жизнь? И Ефремов говорит, ну, он же не может, как Влад Насонов, сказать, что это, знаете, вот, бумажки были, да. Он говорит, что были непослушные дети в семье, да, которые нарушают дисциплину. Ну, это непослушные дети, он говорит, и эти листки надо было исполнять. При этом он и говорит, что да, в некоторых местах их, конечно, усилили. Вы знаете, у меня вопрос, а что там можно было усилить? Что там можно было усилить? Я вам зачитал эти братские листки. Скажите, что там можно было усилить? По поводу братского листка? А вопрос именно что? Как к нему относиться? Должна ли это обязанность на каждую церковь, или это просто как направление общебратское? Наверное, так, да? Вы имеете в виду тот братский листок, который писался? И тот, и сегодняшний, то есть все братские листки. Я считаю, что и тот братский листок, и последние листки, они должны давать направление, и нам надо придерживаться позиции братства. И тогда придерживались... Нарушались ли они? Нарушались, конечно. Вот. А обычно кто больше нарушает? Непослушные дети в семье. Вот они больше нарушают дисциплины. В каждой церкви такие есть. Поэтому они нарушаются. Ну, я считаю, что надо придерживаться братских посланий. Просто иногда бывает, что братский листок мы издали, ну, вы в частности издали, а он чуть... Как-как? В церкви чуть выше, как бы загинает рамочку. Не понял. Микрофон поближе. Братский листок издали, а в церкви, как бы взяли, ну, говорит, в братском листке чуть маленькие границы, надо побольше нам укрепить их. Я понял, братья, знаете, ну, это еще, я говорю, зависит от взгляда пресвитера местной церкви, от его понимания этого вопроса. Вот в некоторых местах братский листок даже и не прочитали. А где-то усилили. Ну, вот так вот. Это местный пресвитер или братский совет. И так, и так. Может быть крайность та, и может быть крайность другая. Я же говорю, друзья, мы пресвитера, мы же тоже развиваемся. И знаете, вот когда братья так вот красиво рассказывают, что у нас такая славная история, что вот это все было так правильно. И как Маргарита Коломитцева говорит, это логично и разумно, да. Вот человек послушал, послушал, послушал. Такие красивые фразы. А потом у человека все равно возникает вопрос. Он так включает мозг, головой потрясет, лапша спадает, и он говорит, я что-то все-таки не могу понять, да. Можешь еще раз повторить? Так, какой ответ? Эти братские листки, эти решения, эти отлучения, что это было? И вот именно в такой ситуации оказался даже родной сын Геннадий Сергеевич Ефремов. Он слушал, 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 слушал. Ему вешали, 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 вешали лапшу на уши. Потом такой потряс головой, говорит, что-то я хочу, чтобы еще раз, еще раз повторить, еще раз в церкви был выше. Еще вопросы? Пап, у меня вопрос такой. Я здесь сзади. Просто я прослеживаю, что много вопросов было задано, но ответ он не очень точный, может быть, получили. В плане каком? Что братские листки, какие-то решения старые в братстве, за которые люди несли наказание, ну, скажем, интернет берем, в какой-то церкви, скажем, это категорически отвергалось, из-за интернет отлучали. Утрирую, да? Ну, на замечания пускай ставили. Сейчас мы это пересмотрели через 10 лет и сказали, что да, можно пользоваться как бы нормально, но осторожно, вот, и так далее. Теперь встает вопрос о правомерности тех наказаний, когда принималось то решение, если сегодня мы его отменяем. Как людям с этим жить и как нам к этому относиться? Потому что у людей возникает вопрос, за что тогда меня отлучили 10 лет назад, если сейчас это разрешено? Это, конечно, сложно. Можно реплику? И здесь в беседу вклинивается Оля Якшибарова. Оля Якшибарова – это член Барнаульской церкви. Владислав Насонов и Оля Якшибарова – это члены одной молодежи. Мы вот примерно сверстники одного возраста. Ну, там Оля постарше нас, да? Вот, Владислав Насонов и Оля Якшибарова из одной церкви. И Оля Якшибарова рассказывает, как отлучили брата за интернет. Но при этом она говорит, что я абсолютно согласна, это все было вот правильное решение, но все же она начинает здесь вот как бы вот уходить от темы. Вы знаете, вот у меня вообще вопрос. Мы отлучили брата, да? Мы отлучили брата. Знаете, для нас слово брата больше не имеет вообще в МСЦ и ХП такого понятия вообще, что это брат, да? Мы выкинули как будто мусор, да? Мусор выкинули. Мы выкинули лишнего человека. Инвалидку какую-то выпнули, да? Там, я не знаю, второсортного человека, да? Темнокожего какого-то, да? Знаете, вот, что ли нематерными словами можно назвать этих людей? Там, лопухи, еще кого-то, да? Мы их просто повыкидывали из церкви. Мы же сказали, что мы брата, брата отлучили. Понимаете, Иисус нас спас, чтобы мы стали братьями и сестрами. Брат во Христе, это, наверное, самое лучшее, самое близкое, что должно быть для нас. Иисус пострадал для этого, чтобы мы стали братьями и сестрами во Христе. И Оля Икшебаров говорит, ну, мы брата отлучили. Интересно, если бы ее родного брата вот так бы взяли бы и сломали об колен, и выкинули из интернета. И она потом сказала, ну, знаете, брата отлучили, моего родного брата сломали, он теперь инвалид, вот, как бы в депрессии находится. Понимаете, до чего мы дошли, что такие страшные слова говорим и даже не отдаем себе отчета в этом? У нас почти 15 лет назад отлучили брата за пользование интернетом. И, знаете, вот я, например, согласна абсолютно с Геннадием Сергеевичем, что братство вообще сдержало вот этот поток вот этого разврата, который идет через интернет. И наши вот эти жесткие рамки, они многих просто удержали в здравом учении и в целомудрии, так сказать. Но сегодня другое время, и, может быть, интернет стоит рассматривать как средство благовестия, даже где-то и личного благовестия, потому что сейчас люди там. Вот этот вопрос, то есть, как бы, мне кажется, братья пересматривают, и это актуально. Нет, я это понимаю. Но интернет не стал греховней сегодня и тогда, понимаете? Я задал вопрос, чтобы папа подкорректировал именно, как людям к этому относиться теперь, которые были наказаны за то же, что мы сегодня свободно пользуемся. Их наказали и правильно сделали. Им надо каяться, если они до сих пор не наказаны. По тем решениям абсолютно все было справедливо. И, конечно же, после слов Ефремова о том, что отлучили и правильно сделали, надо вспомнить вранье Владислава Насонова, когда он говорит, что никто не скажет, что это норма. Это не то, что норма. Это правило, это директива, это одобряемая вещь в братстве. Отлучать людей и потом перед ними не извиняться за те решения, которые мы приняли. Которые такие вопиющие, кажется, как так там отлучили за съемку видео? Как это может быть? Да, это беспредел. Никто, Никва Степанович, никто не скажет, что это норма. Все скажут, что это ненормальная история. Или какие-то такие моменты. Но вот эти случаи, во-первых, они получают сейчас медийное освещение. То есть те аудиосообщения, они очень быстро форсятся в интернете. То есть их там пересылают, все возмущаются. Национальный отлик большой. И кажется, что это повсеместно, что это прям кругом, это везде. Но это не так. То есть какой-то частный случай, мнение какого-то там человека. Опять же, в каком оно было контексте сказано. В общем, в каком состоянии был человек. Может, он потом миллион раз пожалел, что он это сказал. То есть мы же как бы не знаем всего. Но вот эти вещи, они очень сильно бросаются на вид. При этом заострите свое внимание на такие слова, которые так все красиво выворачивают. Владислав использует такую фразу. Точка роста. Или точка напряжения. Это была точка роста. И все, теперь все прекрасно. Все совершенно по-другому. Или точка роста. И потом он использует слово демонизировать. Понимаете, все, что я здесь делаю, я вам рассказываю историю. МСЦ и ХБ, да, через то, через что мы прошли, Владислав называет это слово. Демонизировать. Демонизировать. Вот, кстати, это проблема вообще нашего союза, наверное, на части такая. Даже не проблема, а точка роста, скорее. Это то, что у нас очень много контента делается на внутреннее потребление. Мы очень мало работаем, ну, я не говорю про евангелизацию, евангелизация другое, а именно с христианским сообществом. А негатив очень хорошо. То есть человек выходит из союза, почему он выходит из церкви? Наверное, его травмировали, может быть. Где-то оправданно, где-то не оправданно. И он эту боль как бы несет масса. А мы с этим негативом очень плохо работаем, к сожалению. Поэтому это такое тоже немножко демонизирует наш союз, но все не так плохо, на самом деле. Конечно, всегда цепляются за более какие-то скандальные факты. Дорогие друзья, скажите, а вас не удивляет, что Владислав Насонов ни о чем не спрашивает у Маргариты Коломитцевой? Ведь по идее Влад Насонов должен был спросить. Маргарита, ну теперь у меня есть вопрос к тебе. Скажи, а как ты борешься с порнозависимостью? Ведь нас-то ограждали, понимаешь? Вот Маргарита, ты-то вот в 90-е годы, в нулевые, ты вот зашла в социальные сети, в ВК, в Одноклассники, там Фейсбук, а там 70% порнографии. Ты же подсела на всю эту порнографию, да? Ты же с утра до вечера смотрела. Ведь не было вот этих вот братских рисков, которые тебя ограждали, которые тебя учили. Вот у меня была такая страшная история вот с порнографией там вот в прошлом, когда-то вот педофил взломал. Ведь все это происходило и с тобой, ведь я знаю об этом, нам братья об этом рассказывали. Скажи, Маргарита, а как ты-то слезал с этой порнографией? Расскажи мне, как ты вот такая вот сидишь, у тебя ногти накрашены, глаза подведены, да? Ты вот вся вот в грехе находишься, как ты вообще, есть ли у тебя живая хотя бы связь с Господом? Есть ли у тебя вера, есть ли у тебя любовь к Священному Писанию? Ведь у нас-то и вот в нашем братстве есть любовь к Священному Писанию, а у тебя-то нету, ты же не знаешь ничего из Священного Писания. Как ты, бедная душа, скажи мне, пожалуйста, вот что-то расскажи, поделись своими переживаниями. Ты же вот пребываешь в этом во всем грехе. И почему-то Владислав Насонов ничего такого не спрашивает у Маргариты Камить. Вы знаете, из всего разговора я даже не видел, чтобы у Владислава Насонова где-то проскользнула такая мысль, что Маргарита это какой-то вот недоделанный христианин. Что это христианка, которую выбросили просто вот на просторы порнографии, и она там барахтается как может, и вот Ефремов не может протянуть ей руку спасения вместе с Николаем Степановичем Таняковым. Как же она спаслась-то? Как же она выбралась из этого всего? Вы знаете, наоборот, я вижу, что Владислав Насонов просто счастлив от того, что Маргарита Каламитцева его позвала для того, чтобы выступить в интернете, чтобы записать видеопродукцию вместе с Владиславом Насоновым. Влад, спасибо большое, что вы согласились, мне очень приятно, тем более мы очень долго к этому шли, у нас большая разница во времени, по-моему, часов 14, да, разница, да, и было очень тяжело выбрать время, спасибо вам большое, я знаю, что вы занятой человек. Спасибо, я рад, что мы можем пообщаться. Да. Вы знаете, вас это все не юморит? Вам не кажется, что это немножко, как бы, уже комично? И вот эти вот попытки Владислава Насона, где он начинает так вот потеть и пыхтеть, и вот пытаться объяснить, что вот так вот оно все прекрасно, и вы знаете, все пытаются делать вид, что это действительно прекрасно, и в этом действительно есть какая-то логика, это просто вот бред, просто бред, просто такая бредятина. И вы знаете, здесь, конечно же, нужно вспомнить Советский Союз и индустриализацию, которая происходила в Советском Союзе. Дело в том, что индустриализация происходила во всем мире. В Соединенных Штатах Америки тоже происходила индустриализация, и в Европе происходила индустриализация. Вы знаете, не получилось так, что только один Сталин занимался индустриализацией, И он-то поднял Советский Союз, вот буквально там люди с палкой-копалкой ходили, а потом у них там и станки, и машин, и трактора, и поезда, и самолеты, и ракеты. Это все Сталин сделал благодаря своей индустриализации, а вот в Соединенных Штатах Америки там до сих пор ходят с палкой-копалкой и доят коров. Нет, во всем мире была индустриализация. Но в чем было отличие Советского Союза и этой индустриализации, и, допустим, индустриализации в Соединенных Штатах Америки? Дело в том, что Сталин для того, чтобы достичь индустриализации, всю страну просто угробил. Он, во-первых, отобрал зерно у крестьян, начался голод, и люди ели друг друга. Люди ели друг друга. И даже это названо геноцидом. Крестьяне все побросали, побежали в город, и в городе они работали, жили в этих коммуналках, и просто работали за гроши, и работали не как сейчас мы работаем. Они работали с утра и до вечера практически за пайку хлеба. При этом Сталин организовал вот эти концлагеря для собственного населения, которые называются ГУЛАГ. И уже было непонятно, для чего там люди или по какой причине. Это зэки работают на этих стройках, занимаются индустриализацией, строят заводы, строят вот эти железные дороги, каналы роют. Или людей специально делают зэками, чтобы они строили бесплатно все вот это вот, все, что нужно в стране. И в то время, как собственное население умирало с голоду, Сталин высылал зерно и покупал станки, технологии за рубежом. Ничего подобного не происходило в Соединенных Штатах Америки. Люди покупали себе автомобили, у них были посудомойки. Женщины практически вообще не работали, были домохозяйками. Вспомните эту Америку 50-х годов. Советский Союз 50-х годов или Соединенные Штаты Америки 50-х годов. Но суть-то в том, что и там, и там возникла вот эта индустриализация и страны стали развитыми. Только вопрос в пути, который проделала эта страна. И путь с СССР, он просто усеян трупами, усеян репрессиями. Точно так же и братство МСЦ ХБ или, допустим, регистрированное братство. И одни, и другие в итоге оказались в одной и той же точке. У каждого есть в кармане смартфон. В этом смартфоне есть социальные сети, есть видеоконтент, есть YouTube. И все люди, так скажем, с утра до вечера пребывают в этом интернете. И в регистрированном братстве, и в отделенном братстве. Итог один и тот же. Только в МСЦ ХБ по дороге к этому результату лежит огромное количество трупов, замученных, репрессированных и изломанных людей, которые с утра до вечера лгали сами себе и окружающим, что они не такие, что они это не смотрят, там не находятся. Но при этом они просто нагло и цинично врали. И на этом пути также появляются те люди, которые, как Владислав Насонов, начинают просто нести вот такую вот просто вот, ну, просто ложь, да? Они просто лгут, что это было правильно, там была какая-то порнография. Сейчас как будто порнографии нету, и вообще не было такого запрета, и мы вообще сами себе накрутили, это вот перегибы на местах. Вот эта вся лживая прослойка, ее нету в регистрации. Вот я не видел вот этих вот лживых братьев в регистрации, да? Ну, так скажем, я уже немножко разбираюсь в регистрации, и я со многими братьями просто вот, ну, как сказать, работал на одной работе вместе, да? Там по отделке, по стройке. Я знаю, что из себя представляют регистрированные братья. Нету такого, что они с утра до вечера теперь смотрят порнографию, и никак не могут оторваться от этой порнографии, потому что их никто в свое время не оградил, их никто не спас, им никто руку не протянул. Нету ничего, подумал. Совершенно одинаковый результат. И вы знаете, почему есть вот эта дорога из трупов в МСЦ и ХБ? Потому что там жесткая вертикаль власти. Жесткая вертикаль власти. И когда Влад Насонов вешает лапшу на уши в очередной раз Маргарите Коломийцевой, что у нас нету жесткой вертикали власти, и Маргарита даже не может ничего, как бы, так скажем, аргументировать, потому что она слабо разбирается в этих во всех вопросах. Совершенно неподготовленное было интервью, которое она с ним записала, да? Вот как раз-то жесткая вертикаль власти и проявляется в таких людях, как Владислав Насонов, в этих трупах, в том, что нам нужно извиняться, оправдываться, составлять какие-то фантазии. Почему? Да потому что у нас есть жесткая вертикаль власти, и мы работаем только на эту вертикаль власти. Этой вертикаль власти надо было в одно время всех стращать, пугать, зажимать гайки, показывать, что мы только самые правильные. Только мы можем вас спасти. И без того, чтобы мы вас спасли, вы разбежитесь, как стадо в лес. И только мы вас спасем. И только у нас есть Божий путь. А потом, когда эта вертикаль смотрит, что она уже не справляется, она просто создает другую историю. И в эту вертикаль встраиваются только те люди, которые могут петь осану этой вертикали власти. Говорить, какая она чудесная, какая она прекрасная, как мы мудро все решили. И это бесконечное вранье. Почему? Да только по одной причине. По причине того, что в братстве МСЦ и ХБ вертикаль власти. И вы знаете, я как человек из будущего могу предупредить всех братьев МСЦ и ХБ и сестер в том, что у вас будет планирование семьи, 100% это будет. Что вы будете пользоваться косметикой, это 100% будет. Я как человек для вас из будущего просто говорю, что это все будет однозначно. И вот эта вот вся история о том, что есть путь братства, что нам нужно видеть этот узкий путь, идти по этому узкому пути. Это все просто фейк, это просто ерунда полная. Я вам точно говорю, что это у вас все будет. Вопрос только в цене, которую вы заплатите за это все. И в жизнях загубленных, и в жизнях, которые вы воспитаете в этом цинизме, вранье и лжи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!